На литр 150 миллилитров. Заключённая Изабелла в колонии отвечает за газировки. Крем-сода, лимонад, лесные ягоды, клюква и тархун. Девушка, кстати, сама из Хакасии. Находясь в цехе, даже не скажешь, что он тюремный. Оборудование здесь современно, а работница в белоснежных формах. Я такой человек, меня тянет постоянно к технике. Изначально я была предустроена изготовителем пищевых фабрикатов. Я работала там. Потом у нас стали устанавливать, но как бы мне стало интересно. И всё время меня обучили. У Изабеллы, как и у всех остальных работниц цеха, есть санитарная книжка. Колония следит строго за качеством. Все продукции получают сертификаты. Ведь газировку сами девушки не пьют. Она продаётся в магазине у колонии. Там же горожане покупают и фаршированные блины, пельмени, чебупели. Это небольшие замороженные чебуреки, которые также лепятся в колонии. Большая часть денег от такого тюремного бизнеса пока идёт на расширение производства и самообеспечения. Рабочий день 8 часов, зарплата не меньше 11 тысяч рублей. На счёт осуждённой для личного её использования зачисляется не менее 25%. Остальные денежные средства удерживаются за питание, за обеспечение вещевым имуществом и в целом за содержание осуждённого в справедливом учреждении. А также в счёт погашения исков и уплаты элементов. Изабелла, кстати, как и 70% заключённых в колонии, сидит за наркоторговлю. Начальство тюрьмы говорит, основными их клиентами наркоторговки стали лет 10 назад. Это бич современности. Что толкает девушек искать лёгкий заработок? Причины у всех свои, а результат общий. Работа на тюремном производстве – это шаг к исправлению. Вы знаете, я себя здесь свободнее.